Какие трудности у вас возникают при подготовке к зачетам и экзаменам? Один из первых ответов, который поступил, это нехватка времени. По большому счету это вечный вопрос, нехватка времени. Вряд ли мы этот вопрос когда-нибудь решим. Другое, как эффективно использовать тот ресурс времени, который у нас есть. Как планировать тот ресурс времени, который мы сегодня обладаем. Естественно, надо стремиться к оптимизации. То, что нехватка будет времени постоянно стрессовым фактором, это однозначно. Но оптимизировать, наверное, можно. Когда вы писали эссе по технологии методики самоорганизации для студентов нового набора, и по поводу, если я был бы деканом факультета, то свои творческие работы, я очень внимательно изучал, записывал некоторые, выписывал интересные мысли. И сегодня тоже буду это использовать в нашем обсуждении. То ряд из вас отметили следующее, что вы рассчитали определенный промежуток времени до зачетов, разделили на количество предметов, и каждую неделю пытались или в определенный промежуток времени справиться с какой-то одной задачей. Но, к сожалению, получалось так, что возникали какие-то непредвиденные обстоятельства, или где-то что-то даже в заданиях дополнительно менялось по ходу, и это вас сильно сбивало. Или бывало так, что жизненная ситуация как-то поворачивалась, семейные обстоятельства и так далее. То есть, нередко отмечали то, что распланированный порядок времени, он не всегда выполнялся, не всегда могли идти по графику то, что намечали. По большому счету, это часто так в жизни бывает, когда мы планируем, расписываем, а не всегда идет по этому графику. Здесь, наверное, одна из ошибок, наверное, бывает то, что мы не закладываем какой-то ресурс временно на непредвиденные обстоятельства. Вот. Всегда, наверное, надо какую-то дельту закладывать на определенные возможные погрешности, возможные ошибки в непредвиденные обстоятельства. В учебном процессе тоже самое часто случается. То, что в жизни что-то изменилось, или мы по ходу что-то поняли, что не совсем правильно поняли задание, не совсем правильно рассчитали время на выполнение задания. Дело в том, что тот, кто вот сейчас где-то делал поступившие студенты нового потока, естественно, выполняли эти задания первый раз. И знать время, которое было необходимо запланировать для их выполнения, было очень трудно. Ну, не выполняли, не знаете, сколько это потребуется времени. Тем более, если мы хотим это сделать качественно, да. Если не хотим сделать ради отписки, да, там, или там списать, из интернета найти, там, что-то скачать и так далее. Если мы хотели сделать по совести, да, то, как правило, при выполнении задания мы видим, что времени явно начинает не хватать. И это обусловно тем, что нам, не имея, может быть, опыта выполнения таких заданий, как, допустим, написать эссе, да, но если написать эссе не просто на уровне бытового мышления, а эссе пишется на основе изучения определенных источников вообще, как эссе, как вид работы, самостоятельной работы, очень распространен за рубежом. В Бритиш образовании, там, очень часто студентам дают писать эссе, да, но эссе предполагает не только мои размышления, да, ничего не изучая, ничего не просматривая, а просто вот я так думаю. Там эссе, это пишется, когда студент проработал большой объем информации, пропустил через собственное мнение, через собственный опыт как-то осмысления, и основе этого пытается изложить свою точку зрения, но на основе... Безусловно, если так подходить к эссе, да, этот вид работы мы постоянно будем видеть, но безусловно, и металлический, вот кроме того, мы в реакциях, будет не курьем, потому что мы занимаемся этим видом, но и другие виды работы мы в этом семестре не касались так много, даже по поводу реферата, да, этого не касались, а в принципе стоит еще раз более тщательно вернуться. Ну и к другим видам работы будем. Так вот, когда вы сейчас планировали время, могли не учить степень сложности задачи. В принципе, это бывает так и в жизни часто, что если у нас нет опыта выполнения какого типа заданий, то мы можем неправильно рассчитать время. Просто взяли механически, поделили и так далее. А дельта, как ресурс времени на непредвиденное обстоятельство или неправильная возможность расчета времени, не всегда учли. Поэтому проблему нехватки времени мы будем постоянно обсуждать, как, скорее, проблему, как оптимизировать свой ресурс времени. Мы уже начинали раньше тайм-менеджмент, обсуждать эту проблему, обязательно вернемся и так далее. Следующее. Владислав Семиряков написал, большой объем информации нужен для учебы, но в печатном виде тяжело читать. Да, безусловно, многие отмечали большой объем учебной информации. Естественно, что при дистанционном обучении, при вообще системах открытого образования, там нет очень четко регламентированного содержания. Студенту дается большой поток различной информации. Естественно, что нужно уметь работать с таким потоком информации. В 90-х годах активно обсуждали проблему формирования, развития критического мышления. То есть способности осмысливать, оценивать информацию, ее структурировать. Поэтому мы и поднимаем вопрос, какие существуют эффективные способы работы с большим объемом информации. Как работать? Мы частично затрагивали, в следующем семестре, в следующем году мы обязательно к этой проблеме вернемся. В прошлый раз я начал обсуждать по поводу систематизации, структуризации информации, создание ориентировочной основы. Если нет ориентировочной основы, если нет структуры знания, то, безусловно, очень трудно работать с большими объемами информации. А большие объемы нас постоянно будут сопровождать. Но кто у нас учится по программе второго, высшего, они с этим сталкиваются, по работе, может быть, с большими объемами информации. Здесь действительно проблема есть. Как компрессовать, как сжимать, как формировать эту ориентировку. В прошлый раз мы затронули интеллектуальные карты, интеллект-карты. И вы, может быть, посмотрели внимательную презентацию, которую я вам разослал. Это один из способов, не на строго логической основе, а больше такой на визуальной основе, структурировать, систематизировать информацию. Я уже в прошлый раз говорил, что строгие структурно-логические схемы, они полезны, когда информацию можно действительно на классификационных основаниях структурировать и так далее. Когда информация очень разнообразная, касается различных аспектов, различных аспектов изучаемого явления, условия, свойства, этапы развития, разновидности и тому подобное, то очень полезны интеллектуальные карты. И уже в понедельник, после нашего воскресной встречи, точнее во вторник, когда сейчас студенты пришли сдавать зачеты, уже многие отмечали, что интеллектуальные карты начали очень сильно помогать. Нам эта идея очень понравилась. Мы по поводу использования интеллектуальных карт в целях систематизации, структуризации информации обязательно будем дальше прорабатывать, проводить обсуждения, делиться опытом и так далее, потому что действительно, скорее всего, это хороший способ для структуризации большого объема информации по разным, которые касаются разных аспектов изучаемого явления. Вот. Здесь, естественно, есть разные индивидуальные особенности у каждого из нас. Кто-то берет маленький кусок, ну, допустим, он не ориентируется в большом потоке информации. Он любит учить как бы поэтапно. Взял одну тему и начинает прорабатывать. Иногда бывает так, что мы тонем в маленьком куске, у нас нет видения большого куска, мы не можем рассчитать времени, сколько нам понадобится, и таким образом мы теряем темп, и потом у нас страх возникает, что мы не можем успеть освоить этот большой объем информации. То есть, ну, представьте, вы на парашюте спускаетесь на землю, да? Вот спускаясь на землю, вы видите горизонты там странные, там видите реки и так далее. И вы смотрите, куда приземлиться. Вот. Наверное, и здесь, когда вы видите картину структуры знания, то тогда вы знаете, вот я сейчас изучаю эту ячейку, я сейчас про это, но еще есть 10-12 полей, которые нужно освоить, в которых нужно разобраться, да? Если я буду слишком долго сидеть на одном пространстве, то я не успею другие картины посмотреть. Поэтому сперва, скорее всего, очень полезно сделать, как говорят, разведку боем, как бы сориентироваться в большом потоке, сделать, как я уже говорю много раз, некоторую картину структуры знаний. Примерно сориентироваться в сложности материала, в объеме по каждой из этих ячеек, да? Слишком много не застревать в одном пространстве. Вот есть некоторые, которые постоянно любят, говорят, вот я пока хорошо не свое одно, не могу приступить к другому, да? Вот. И они тонут в одном куске материала, и дальше они не смогут освоить все остальное, потом уже страх, что не успеют и так далее. В прошлый раз говорю, что гуманитарные науки имеют циклический характер структуризации содержания. Это не математика, это не физика, это не химия, где нужно вот этот кусок хорошо освоить, без его я не смогу двигаться дальше. Мы прекрасно понимаем, что в гуманитарных науках к этому какой-то теме нужно вернуться попозже. И сейчас мне не удастся досконально первым заходом изучить эту тему. На одной из первых наших встреч я говорил, как и читать книгу, да? Можно пытаться с карандашом в руке с первых страниц, пытаться разобраться в каждой странице. Вот. Мы так можем утонуть и не дойти вообще до конца этой книги. Если мы сперва беглым так по диагонали пройдем, таким изучающим, таким беглым чтением по книге, сориентируемся, ну, начиная с оглавления, да? Смотрим внимательно на оглавление. Оглавление – это структура книги. Это ориентировка в структуре знаний, которые предлагаются читателю. Вот. Потом мы по диагонали смотрим, знакомимся с этой книгой. И многие вещи можно понять только тогда, когда ты прочитал книгу до конца. Как и по видеокурсу я тогда говорил, на первой нашей встрече, как смотри, да? Не надо пытаться все сразу до конца понять. Это невозможно. И никогда не поймете. Кроме того, даже хорошо изучив, как кажется, первый раз, второй раз просматривая, вы откроете еще много новых границ изучаемых явлений, то, что раньше не заметили. Потому что по циклическому варианту, когда мы находимся на дополнительном, как бы у нас есть дополнительная информация, мы можем глубже понять вот некоторые явления. Поэтому не надо зацикливаться на одном каком-то куске, надо понимать, что к нему вернемся немножко потом. Но у нас знания из других страниц, изучаемые там книги и так далее, помогут быстрее схватить то, что я потрачу сейчас огромное количество времени. Кстати, по ходу некоторых предложений, по поводу последовательности изучения предметов, есть разные подходы. Кто-то любит, я уже и про это говорил, взять один предмет, его изучать, изучать, изучать. А в семестре может быть 10 предметов. И он потратил 2 месяца на один предмет. Остается маловременно все остальные. И тогда возникает страх, стресс. Как я успею освоить другие? Зацикливаться на таком подходе. Я бы не сказал, что вот, изучаю степень сложности, объем, что нужно сделать, какие промежуточные типы заданий нужно сделать, по каждому из этих предметов. То есть иногда полезно работать с несколькими предметами. Тогда есть меньше страха, что вот да, это я уже понял, это я уже разобрался, это мне надо на будущее, у меня будет время, я к этому вернусь потом. Вот и так далее. То есть если мы пытаемся больше строить целостную картину всех 10 предметов, тогда скорее всего может быть более эффективный способ, чем зациклиться на одном предмете, на этом потерять время, потом создать себе ситуацию стресса огромного, стресс блокируя дальнейшее изучение, страх только угнетает, избивает нас с пути, и все, и мы уже не знаем, что дальше делать. Я бы посоветовал не зацикливаться на одном варианте. В жизни, как жизнь показывает, чаще надо экспериментировать, надо искать более оптимальный способ. Ну хорошо, я привык последовательно. Ну и некоторые говорят, вот пока этого не сделаю, пока это не разберусь, я привык качественно разбираться, так они всю жизнь на чем-то зацикливаются, и дальше ничего не видеть, и до другого вообще не доходят. Так бывает, что мы в жизни зациклимся на каком-то подходе, способе работы, вот, и мы дальше других не ищем вариантов. А как жизнь показывает, что есть, может быть, и более эффективные способы работы, там, с материалом, с изучением этого материала, с изучением разных предметов и так далее. Но мы ригидны к этому, мы считаем, что тот способ, в котором мы работаем, он очень нам хороший. Но для того, чтобы сравнивать он хороший или плохой, надо еще 10 попробовать. Вот тогда сравнивать. Вот какой лучше подходит мне, правильно? Ведь мы тогда, если мы такие ригидные к этому, то мы сами себе мешаем, себе делаем хуже. Ну скажите, какой нормальный человек делает себе хуже? Ну привязанность к одному способу работы. Вот часто, ну и часто некоторые говорят, нет, это вот только так, а не иначе. Вот. И сами себе мешают. Ведь всех интересует результат. Ты знаешь, ты умеешь, или ты дурак, или ты ничего не знаешь, не умеешь, да? Если этот способ мешает, если он мне не помогает, я говорю, в принципе, это не только учебный процесс, но и в принципе по любым другим делам, в профессиональной деятельности, в личной жизни. Вот. Я неоднократно говорю, что надо прислушиваться к своей интуиции, надо прислушиваться к тому, что нам подсказывает наш опыт, да? И не бояться экспериментировать. Вот, Владислав, в этом вопросе, как раз отметил, что мне тяжело читать, да? У Владислава проблемы со зрением. Есть много аудиоматериалов. Раньше мои сотрудники, оказывается, рассылали ссылку, кто-то уже раньше нашел, потом я послал ссылку на аудиоматериал, да? Вот. Смотрите, есть печатный, есть видео, есть аудио. Вот. Кто-то говорит, нет, мне только текстовый материал, я только буду работать с текстовым материалом. Да ради Бога. Хоть всю жизнь, только текстовый, и никакой другой материал. Если это помогает достичь хороших результатов, то можно зацикливаться и на текстовый материал. Но вдруг, может быть, кроме видео, еще аудиоматериалы могут хорошо помочь. Едем на машине, едем в метро, полтора часа там сидим в пробке, взяли аудио, послушали, один раз попробовали и посмотрели. Да, это хорошо помогает. Вот, великолепно. То есть, сколько я потрачу метровое, времени в общественном транспорте, неэффективно. В это время я могу слушать видеокурс, то есть, аудиоматериалы из видеокурса там Петухова, да, вот, и слушать, это же иногда бывает полезнее, чем смотреть видео. Видео, естественно, нужно сидеть перед экраном, не всегда есть время, постоянно звонки, домашние заботы. То есть, трудно сосредоточиться, только сидеть перед экраном и слушать видеоматериалы, да, вы знаете, что их можно смотреть, не только через компьютер, чтобы портить глаза, но и через DVD-плееры, DVD-приставки, через телевизор и так далее. Но аудио спокойно, я дома включил, что-то делаю и слушаю, да, там, ну и тому подобное. То есть, посмотрите, вот попробовали аудио, посмотрели, да, великолепно, это помогает. Вот, и вы можете как бы дальше уже комбинировать, что-то часть я буду текст читать, здесь я могу аудио слушать, но главное не бояться экспериментировать, не бояться искать более эффективные способы работы. Вот, дальше, Елена пишет, иногда хочет, чтобы преподаватель поточнее разъяснил суд задания. Здесь я бы сразу обратил внимание, особенно надо, когда начинается семестр, идут первые занятия. Первые занятия, это идут аудиторные. Вот, это знакомство с преподавателем. На первом занятии преподаватель всегда старается дат обрисовку самого предмета, объект, предмет науки, проблемы, которые изучают, дат характеристику домашнему заданию и так далее. Поэтому, первые занятия для дальнейшей ориентировки имеют большое значение. Если мы пропускаем эти занятия, то мы потом многих вещей не понимаем. В следующем семестре, когда начнется учебный процесс, февраль, да, следите внимательно за занятиями первые занятия по отдельным предметам принципиально важны. Кроме того, если мы еще предварительно посмотрим видеоматериал, вообще придем на занятия, посмотрев уже экзаменационные вопросы, посмотрев домашние задания, что нужно сделать, то комментарии преподавателя будут более эффективными. Безусловно, все нам не удастся понять сразу, что может быть нужно там сделать, да, и так далее. Ну, по содержанию, правильно, мы еще особенно, может быть, не изучали. Хотя, когда вы закончите сессию 25 января, после завершения вы быстро можете получить материалы. То есть, по завершении сессии мы стараемся, как можно раньше, выдать учебные материалы. Вот. Новый семестр как раз начинается там 6-7 февраля. Там есть время. Это время тоже желательно использовать эффективно, потому что, когда начнутся встречи с преподавателями, лучше к ним идти подготовившись. Кроме того, на снятое рекомендации уже к следующему семестру есть экзаменационные вопросы. Многие из вас отмечали, что не по всем вопросам имеются материалы в электронных учебниках, видеокурсах, лекциях и так далее. Да, вы правы. Для этого ваши вот эти замечания нас тоже подвинули к тому, что мы сейчас пересматриваем по следующему семестру все зачетные экзаменационные вопросы. И будем минимизировать те вопросы, которые не затрагиваются в наших учебных материалах. Ситуация получилась следующая. То, что электронные учебники нередко разрабатывались с ведущими специалистами в 2003 году, когда мы начали разрабатывать 10 электронных учебников. Это был федеральный грант. Совместно мы работали с Университетом Дружбы Народов. Они получили деньги, но содержание предложили нам делать. И мы 10 учебников тогда начали разрабатывать. Вот. Университет, векторат, определю ведущих преподавателей по данным предметам, кто разрабатывает. Но это не означает, что они будут преподавать. Нам по федеральному гранту надо было разработать 10 учебников, отчитаться перед Министерством Образования. Эти учебники должны были пройти экспертизу. Преподаватели были потопные, которые работают на разных факультетах и не только на нашем факультете. Поэтому авторы этих учебников, допустим, работают на других факультетах, может быть, у нас не работают. Или у нас работали, как Абухова Людмила Филипповна. Однако, из-за большой нагрузки, когда открыли магистерские программы, на магистерские программы потребовали как можно больше докторов наук, профессоров. Это определенные требования аккредитационной комиссии. И многие наши ведущие переключились на магистерские программы. Естественно, что они были вынуждены отказаться работать по своим электронным учебникам на нашем факультете. Они предали своих людей, кого они рекомендовали и так далее. То есть, получилось так, что электронные учебники нередко разработаны одними специалистами. Они разработаны по госстандартам, по федеральным стандартам. Дальше, другими преподавателями разрабатывались учебные программы, которые в учебном управлении Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как Бронис Бронич говорил в начале, что освоение любого материала идет как бы циклично. Все, что я сегодня предложу вам услышать, наверняка вам не ново. Но надеюсь, что в какой-то степени то предложенное сегодня будет представляться в несколько другом ракурсе, на другом уровне. По крайней мере, я очень надеюсь. Точно так же, как любой изучаемый материал, сначала идет целое, а потом уже какие-то начинаются навешиваться туда детали. Есть елка, на нее вешают потом украшения, все эти детали и так далее. Подготовка, вообще стресс, бороться с ним, наверное, не надо, наверное, надо с ним просто подружиться. Потому что стресс есть и хороший стресс, и есть плохой стресс. Когда он хороший, мы в принципе и достаточно продуктивны, и жизнь прекрасна, и мы чувствуем себя на высоте. Когда уже стресс переходит, уже начинает такой несколько необузданный, то и нам уже, наверное, становится сложнее как бы справляться с тем, что происходит в нашей жизни. Вот, вот эта вот картинка, да, где написано по-английски. Это stress response. Я прям буквально по... там он на английском, поэтому я попыталась перевести и так вам показать, как же работает наш стресс. По горизонтали внизу, demands, это требования, а по вертикали, ability, это способности. Когда мы реагируем определенным способом, когда у нас требования и наши способности взаимодействуют, определенным образом и мы реагируем на то, что происходит в нашей жизни. Если у нас достаточно низкие требования этого demands и низкие возможности и способности чего-либо, либо это зависит от нашего состояния, может быть, и здоровья, от нашего эмоционального состояния на данный момент, да, ну или вообще различных каких-либо других возможностей и способностей, физических, может быть, и копинговые механизмы, то есть механизмы справляться с чем-то достаточно низким, то и определенное наше... то в определенной степени это будет определять и нашу реакцию на стресс, ну и то, в принципе, наверное, как мы ведем свою жизнь, что нас раздражает, что нас радует, и так мы будем реагировать. Вот на самом низком уровне требований и способностей у нас, может быть, как бы в чем-то и фрустрация наблюдаться, и чувство скуки будет, и низкой занятости, никакого как бы стимула, но это не обязательно, что может быть депрессия, хотя в какой-то степени, может быть, если мы говорим о высоком интеллекте и о других каких-то факторах, то, в принципе, это может быть, как бы тоже входить, наблюдаться на этой стадии. Если мы будем смотреть больше на повышенную... на нормальный интеллект, мы в данном случае рассматриваем, требования и способности, когда повышаются, то мы можем наблюдать и проворность, и решительность, и креативность, и эффективность нашей работы, мы говорим о высокой мотивации в данный момент. То есть на этой стадии процесс... стресс является как бы положительным, потому что мы вот эту чувствуем энергию, мы куда-то стремимся, у нас есть цель, у нас есть смысл, и мы куда-то бежим, мы что-то делаем, мы чего-то достигаем. Самым оптимальным является это вот как раз там на верхушке вот этой петли, это оптимальный такой уровень стресса, когда мы как бы не замечаем никаких неудобств от того уровня стресса, который мы наблюдаем, потому что стресс везде и всегда есть. Далее, если мы не предпринимаем какие-то ступени, какие-то шаги в том, чтобы помочь себе правильно реагировать на стресс, там уже начинается, наблюдается и спад, и способности, и требования-то растут, а вот способности, скорее всего, снижаются. Способности реагировать, это эмоциональные способности, и может быть даже в конечном счете от того, что эмоции, все-таки мозг-то наш не безграничен, работа его не безгранична, и силы эмоциональные наши тоже не безграничны, а требования, может быть, возрастают в данном случае подготовкой к экзаменам, и к зачетам, все-таки зима уже, и постепенно, и какие-то болезни, может быть, нас одолевают, и недостатка сна. Все это начинает приводить к достаточно печальным таким результатам. То, что мы начинаем видеть, это снижение эффективности, снижение какой-то проворности, ощущение перегруженности, сложности в концентрировании внимания. И это, в свою очередь, как бы, зная то умение сравнивать, с какими мы были до этого, может быть, в начале семестра, и то, что происходит сейчас, может быть, такое даже ощущение, как будто, да, вот в какой-то, как иногда можно сравнить, педали круче, а велосипед никуда не едет. То есть вы как бы прикладываете те же самые, если не большие усилия, куда-то двигаться вперед, но такое ощущение, как будто бы вы никуда не двигаетесь. И раздражительность появляется, и тревожность, и сбивчивость, и слабость, и, в общем, все вот эти переведенные моменты, если вы оптимальность с самой верхней точки проследите, я вот их перевела. То есть как бы по наклонной плоскости дальше мы уже скатываемся вниз. И самое нижнее, это вот идет и слабость, и выгорание, чувство выгорания. И, в принципе, многие уверенно знакомы, так или иначе, с таким чувством, которые, это не очень так легко с ними справляться, с такими ощущениями. На самом деле, очень важно, и мы начали с самого начала семинары, когда мы говорили о тайм-менеджменте, и о том, что, в принципе, надо за собой следить. Об этом уверенно вы слышите с самого детства. Но это действительно очень важно. Просто так начать бороться или дружиться со стрессом невозможно, потому что реакция нашего мозга, мы реагируем на какие-то ситуации определенным образом, и если мы ничего другого не делаем, не учим наш мозг реагировать по-другому, наши нейроны, если мы не идем по другому пути, то наши нейроны не выстраивают новые какие-то такие дорожки, как нам по-другому реагировать. То есть, если, ну, такую, возьмем, ситуацию, да, если мы когда-то были напуганы, в следующий раз, если мы опять пугаемся, мы либо застываем, что, в принципе, у нас происходит, вы многие отмечали такую реакцию на экзамене, да, какой-то вопрос задали, и все, у вас страх, не знаю, что ответить. Там, значит, получается две реакции, либо убегать, либо застывать. И вот, чтобы такой реакции резкой не получалось, надо себя тренировать. Мозг как мышца. Если мы не позволяем мозгу выстраивать новые какие-то такие пути реагирования, то в критических ситуациях, ну, в данном случае это экзамены, стача зачетов, какие-то презентации, нашему мозгу будет достаточно сложно справиться с такими ситуациями. Надо обязательно, очень простые советы, которые я здесь выписала, но они действительно помогают, дают мозгу и отдохнуть, и находиться в том оптимальном состоянии, и реагировать тоже оптимально, и не позволять, что не позволит нам снизить наш потенциал. Просыпаться на 5 минут пораньше, особенно если в те моменты, в те дни, может быть, когда вы знаете, что у вас какие-то встречи должны быть, может быть, какие-то большие, я не знаю, мероприятия, где как-то подготовиться, чтобы себя не подталкивать, чтобы все это не бежать, не спотыкаться, не в попыху, чтобы дать себе какое-то время подготовиться. Избегайте стесняющие движения одежды. Я понимаю, моду очень важно, но тем не менее, особенно сейчас, одеваться тепло, одеваться удобно, это меньше будет отнимать у вас внимание и сил на то, чтобы чувствовать себя комфортно. Дальше, пишите себе шпаргалки, опять же, когда мы говорили про тайм-менеджмент, не пытайтесь все записать, удержать у себя в голове, на это тоже идет, может быть, вы сейчас не замечаете, потому что вы молодые, полные энергии, но тем не менее, зачем тратить ту дополнительную какую-то, пусть даже небольшую, на первый взгляд, энергию, чтобы удерживать что-то в голове, что вы, в принципе, можете записать, либо в своем телефоне, либо где-то еще, пусть даже на каких-то таких бумажках, которые вы можете приклеить, везде, где-то на компьютере, где-то, может быть, на холодильнике, я не знаю, где-то еще что, что будет являться вам какой-то шпаргалкой, где вы всегда сможете заметить, посмотреть, вместо того, чтобы тратить, опять же, ту энергию, на что, в принципе, эту энергию вы можете потратить на что-нибудь более другое, чаще говорить и нет. Вот с этим, особенно как будущие психологи, нам надо научиться подружиться вот с этим правилом. Когда мы будем работать с клиентами, чтобы правильно уметь расставить границы, чтобы защитить то время, которое у вас есть, чтобы защитить свою энергию, если у вас есть дополнительное время кому-то что-то помочь или на что-то потратить, и вы знаете, что это как бы не повредит дальше, то, пожалуйста, делайте, надо выстраивать приоритеты. И выстроив, зная свои точные приоритеты, скелет того, чего, как елку нашу, вот она елочка, а потом что на нее можно повесить, а что можно не повесить. Мы не начинаем с выбора игрушек, мы, наверное, все-таки начинаем больше с выбора елки, а потом уже смотрим, какие игрушки, куда можно их повесить. А может быть вообще в прошлом году вешали, а всего в этом году, может быть, не повесим. Может быть, как-то все это по-другому сделаем. Но надо, вот елка это ваш приоритет, а все остальное приходит потом. Чем разница шестого и седьмого? Сейчас посмотрим. Чаще говорить, нет и приоритета в жизни. Хороший вопрос. А приоритеты, как мы говорили про тайм-менеджмент, надо точно определять. Вот мне сегодня надо сделать таких 5 дел. Шестой может подождать, седьмой может подождать. Вот это приоритеты. А если, ну между этими 5, допустим, каких-то важных дел, вы точно должны сказать, что вы еще можете туда вписать, а что нет. Это не обязательно может быть приоритет. Это может быть еще какие-то разговоры с кем-то. Например, по телефону ответить не 10 звонков, а ответить на 5. Или вы знаете, что кто-то вам звонит, потом вы, может быть, ой, вы знаете, что этот человек, может быть, займет у вас 20 минут разговора, и очень сложно будет в разговоре ставить свое слово. Вы просто-напросто потом отпишетесь, может быть, смс-кой, скажешь, ой, извини, у меня были дела, давай с тобой потом тогда-то, тогда-то там спишемся. То есть это вы приоритет, вы сказали человеку нет, и вы никого не обидели, и в то же время вы остаетесь верны тому вашему, вашему списку определенных дел. Иногда, может быть, кто-то очень, может быть, вам так плохо, так фигово, и какой-то человек вам звонит, и просто услышав его голос, вы знаете, что, в принципе, разговор у вас не займет 5 минут даже, больше 5 минут, но это вам придаст каких-то сил. То есть, смотрите, в какой-то степень, да, наверное, это приоритет и умение говорить нет, наверное, они как-то соединяются. Вообще в жизни все соединяется, ничего отдельно плавающего, и где-то размножающегося, и где-то существующего нет. Все в этой жизни абсолютно связано так или иначе. Стирка и магазин тоже можно все это решать. Пишите, будем индивидуально разбираться с этими вопросами. Избегайте негативных людей. Мой муж американец, и он в первые годы жизни, он, в принципе, замечал, что даже тех русских людей, которых мы здесь встречали, или он смотрел эти фильмы, параллельно со мной, хотя не понимая совершенно ни одного слова, он говорил, какие, говорит, вы хмурные. Я говорю, ну вот такие мы, хмурные. И на самом деле, действительно, как бы мир становится несколько приятней, когда мы начинаем избегать негативных людей, когда мы сами начинаем просто больше улыбаться. Это не значит, что мы какие-то неприятности засовываем куда-то по углам. Нет. Я не знаю, как это объяснить, но действительно это придает больше энергии. Потом смотришь, вокруг ты начинаешь замечать больше позитива, и это дает тебе ту же энергию. Упрощайте способы приготовления пищи. Это целый ритуал в России. Я знаю, что именно с менталитетом, естественно, я знакома. Но, тем не менее, надо как-то, ту же приготовление пищи как-то надо планировать. Договариваться с другими домочадцами и так далее. Или, может быть, в один день, если возможно, сесть, вместо того, чтобы приготовить, может быть, что-то купить, быстро разогреть. То есть, уже даже на это будет сохранено у вас 15-20 минут здесь и там. И если вы суммируете, это время достаточно хорошо, меньше стресса, и дает вам время на тот же отдых. Не говорю, что каждые 15 минут вам там надо учить. Но если вы даете своему мозгу, своему телу отдохнуть, это, конечно же, все добавляется в сумме к тому положительному, что позволит вам дальше накопить энергию, подзарядиться и так далее. Разделяйте большие задания на меньшие части, тоже, опять же, не целым куском. Вот мне сегодня надо прочесть там три главы. Сегодня вы, опять же, распределите время. Вот сегодня прочту там пять страниц, завтра три страницы, послезавтра я прочту, может быть, еще пять страниц, потому что у меня так позволит время. Но, тем не менее, это, во-первых, не будет никакой не overload вашему мозгу. Это будет, вы получите больше и себе приятнее. Так что, естественно, два часа сидеть и одну и ту же книгу, один и тот же материал долбить, вы просто не сможете, потому что мозг, в конце концов, выключается. Вы просто читаете эти слова, но информация в той полной мере не усваивается. Поэтому все надо уметь, опять же, разделять на какие-то определенные такие части. Всегда имейте план Б. Жизнь, как Бронис Бронис в самом начале тоже сказал, жизнь преподносит нам подарки, что-то к чему-то можно никогда не подготовиться. Иногда просто что-то случается, и мы не имеем никакого контроля. Все же существуют в жизни какие-то моменты, которые мы можем контролировать в своей жизни. И вот смотрите, если это что-то не получится, что я еще могу сделать? Или когда я могу сделать? Использовать время мудро, все правильно. Во-первых, иметь план Б, так или иначе. Дальше рассматривать, что можно отложить на завтра, а что можно сделать сегодня. Может быть, те же 15-20 минут у вас есть. Можно взять, почитать или послушать какую-то лекцию и так далее. Сделать какую-то еще одну записку, какую-то себе, какую-то шпаргалочку, в которой позже потом не шпаргалку для использования на экзаменах, по ту, которую потом какую-то, может быть, мысль. Даже пусть идете, о чем-то, может быть, думаете, и пришла такая вот мысль. В принципе, мудро вы используете свое время, если вы идете и тоже о чем-то так вот, может быть, вспоминаете, может быть, как бы даже в голове простраиваете какой-то, опять же, план, ответ. Или сегодня вы что-то прочитали, а еще две недели назад вы тоже прочитали. И, может быть, как-то вы обдумываете, как лучше бы вы построили ответ или так далее. Это что касается подготовки. Другие моменты. Смотрите, что вы можете сделать. И очень часто мы тратим время на то, что мы одни и те же действия делаем несколько раз. Не знаю даже, какой пример сейчас привести. Если что-то придет на ум, я обязательно поделюсь. Но если вы вот так вот посмотрите, ту же одежду, к примеру, выбор одежды или подготовка утром детей, я не знаю, если вы организуете детей, дадите им, ну, смотря, естественно, от возраста, чтобы они сами, допустим, складывали свою одежду, да, может быть, даже приготовили те же ящики, в ящиках как-то, может быть, складывать или, я не знаю, на полках. Вот одежду для понедельника, для вторника, для среды и так далее. То есть уже на это вы сами на это время не будете тратить. Вы только потратите время, чтобы научить ребенка своего это делать. Потом просто буквально полминуты возьмете, чтобы пробежаться глазами, удовлетворительно ли это для вас или нет. И еще полминуты на то, чтобы похвалить ребенка, дело сделано. Вам не придется уже больше на это тратить время. Больше, чем одну минуту. Понимаете? Вот. То есть вот такие какие-то моменты. Идем дальше. Пора улыбаться. Я сказала. Не забывайте говорить что-нибудь другое приятно, потому что действительно наверняка вы сами замечаете, что если вы находитесь в атмосфере, где народ добродушный, доброжелательный, там приятно находиться. Это дает вам какой-то энергетический заряд. Пропущено. Говорите, что пропущено. А не может пропущено. 15-16. Ну вот так вот. Молодцы. Следите. Хвалю за внимательность. Молодцы. Так держать. И вам хочется наверняка туда идти, находиться в этой ситуации. Там, где приятно, там, где положительно, там, где вас ждут, там, где вы кого-то тоже ждете. И порой даже бывает, может быть, тоже заметите, какая-то головная боль или еще чего-то. Если вы идете куда-то, или вы думаете о каком-то приятном человеке, или о каком-то предстоящем положительном событии, и как-то и головная боль, может быть, как-то забывается даже на какой-то момент. И самому веселее и приятнее, нежели если еще и с головной боли, или еще и уставший, еще и думаешь о чем-то. Боже, да не дай бог там увидеть того-то или того-то. Еще мне предстоит разговор с тем-то и с тем-то. И энергия-то уползает, как бы вы ни пытались поймать ее за хвост. Да, вот именно. Как о завтрашнем. Думайте. Но не забывайте. Все мы отвечаем за свои чувства. Мне очень нравится, по-моему, где-то даже позже будет такое высказывание, что стресс это вообще, или вообще любое чувство, любое ощущение, это наше отношение. То есть, если мы скажем, ну да, ну стресс. Ну вот сейчас сложно, потом будет лучше, потому что я знаю, что сейчас надо время потратить именно так, а потом будет лучше. Или, ну да, вот сейчас экзамен, а как же иначе? Потом будет все по-другому. А если вы начнете говорить себе, о боже, экзамены, как же, да не дай бог, да что же это у меня такое, да что же это за жизнь такая, да вот тут-то болеют, да там-то вот еще что-то происходит. То есть, это все наши отношения. Если вы примете это что-то как должное и с юморком, то и жизнь будет светлее. А вот, а тем более, как будущим психологам это достаточно, это очень важное качество, качество гибкости, умение во всем рассматривать что-то положительное, пусть и даже какая-то мельчайшая, вот буквально, ну, что-то такое вот совсем малюсенькое, но ведь и Москва не сразу строилась, правильно? Все начинается с маленьких таких вот каких-то толик, которые потом собираются в принципе в большее. Надо уметь рассматривать, смотреть на жизнь не как на полупустой бокал, а как на полунаполненный. Обязательно планируйте отдых в свое расписание, обязательно. И отдых активный, можно и пассивный в принципе, на такой, чтобы не было потом мучительно больно. Избегайте каких-то алкогольных напитков, особенно сейчас, может быть, вы считаете, что это помогает вам расслабиться, оно может быть помогает только на данный момент, но надо уметь рассматривать, просчитывать, особенно сейчас, на что-то более вперед идущее, то есть сколько потом дней вам придется от этого отходить. Может быть, вы не ощущаете там головные боли или какую-то тяжесть на утро, но это в вашей системе. И все процессы, они все равно, конечно, реакция вашего мозга не настолько быстрая и не на таком уровне, как могло бы быть, если, допустим, вы не принимаете алкогольных напитков. Примите лучше расслабляющие ванны с солями, с травками и так далее, подышите свежим воздухом, лишний раз делайте какие-то физические, пусть даже очень простые упражнения, может быть, даже на растяжку, дыхательные какие-то упражнения, потому что все это помогает вашему мозгу выстраивать новые пути, новые такие дорожки, как реагировать на стресс. Если этого нет, все остальное, мозг ваш истощается просто-напросто. И когда во время экзамена вы сидите, то мозг именно находится в таком состоянии, ой, как бы мне сейчас это не забыть, ой, я уже это забываю, мне так плохо. Шопинг, ну, шопинг можно, опять же, чтобы вам потом не было больно и как бы, ой, зачем же я это купил, а что же мне теперь? Ну, с другой стороны, положительно, если вы смотрите, это физическая нагрузка. Вы ходите, только когда еще ходите, дышите глубже, дышите животом, и тогда, по крайней мере, это тоже, в принципе, можно рассматривать как что-то положительное. Другие способы – это не рассматривайте проблемы как вызовы. Опять же, с таким отношением, возвращаясь к тому, что стресс – это отношение, рассматривайте это как должное, и тогда вам, то есть умение менять свое отношение к тому, что происходит. Верьте в себя, что если бы вы не были настолько хороши и настолько успешны, наверное, вы сейчас бы, в принципе, здесь бы и не сидели, и мы с вами об этом бы и не разговаривали. Нет, я оговорюсь, спасибо, я извиняюсь, рассматривайте как вызов, не вызов так вот, как что-то нехорошее, да, а вызов как по-английски, это будет challenge, потому что я все это переводила с русского, а вот как бы, как такая борьба, что ли, кто кого. О, а вот пришло мне это, да, а я вот все равно это сделаю, и меня это не сломит, как бы вот в таком ключе. Естественно, негативные, любые негативные мысли, они тоже как бы нас, как якорем, да, как камнем на шее могут висеть, в общем, как кандалы, и… Да, слабо, все правильно, Светлана, слабо, а меня ты не сломишь. Визуализируйте себя победителем, представляйте себе, ну, научно это не доказано, да, что мысли наши материализируются, но все же, коль об этом говорят, что-то в этом есть. В любом случае, те же какие-то расслабительные такие, и те же медитации, которые происходят, все-таки, все-таки что-то как-то материализируется так или иначе. Подружитесь, естественно, с юмором. Есть парочку забавных клипов на ютубе, которые, в принципе, когда мне очень-очень так плохо, там малыши, по-моему, какие-то смеются, вот, это, в принципе, сидишь, хочешь, не хочешь, волей-неволей, но начинаешь как бы смеяться, и после этого как бы на самом деле придает заряд бодрости. Ставьте себе цели, опять же, в данный момент это, да, экзамены, зачеты и так далее, но надо это все начинать решать заранее, а не за два дня до экзаменов. Приехав из России, я столкнулась здесь с тем, что народ любит обниматься, по-моему, в России сейчас тоже любят обниматься, но от такого человеческого доброго контакта действительно иногда становится приятнее. Так, иногда подойдешь к одному, к одной какой-нибудь учительнице там, или к сотруднице, и смотришь, у них вот прям тоска в глазах, подойдешь им и скажешь, хочешь обнимо, они, хочу, ни разу еще народ на самом деле не отказывался, и вот похлопаешь их по спине, вот, и самому вроде приятно, что кому-то, вот вроде мелочь, да, а самому приятно, что что-то сделал, и другим, хорошо. Практикуйте медленное дыхание, дыхание по квадрату. Я могу напомнить, как это мы когда говорили о медитации. Можно, если вы где-то просто сидите, если как визуальный такой якорь, да, дверь, окно, или что-то такое квадратное, или такое прямоугольное, по периметру глаза, когда поднимаете, медленно вдыхаете, и вдыхаете не просто грудью, а вдыхаете еще и животом, и как можно медленнее, и считаете до четырех, потом идете по вертикально, в принципе, можно просто на четыре счета вдыхаете медленно, на четыре счета вы задерживаете дыхание, на четыре счета вы медленно выдыхаете, но вы выдыхаете причем через рот, и медленно опять задерживаете, и каждые четыре, то есть вдох, выдох, и между ними задержка дыхания. Это очень сильно тоже расслабляет, и при этом старайтесь именно концентрироваться на том, что на ощущениях, как воздух входит в ваше тело, в ваши легкие, наполняет ваше тело, и как надувается живот, как бы это не очень так эстетично звучало, но кто его видит, особенно когда вы сейчас в шубах, если, допустим, вы где-то ходите, идете и так далее. Даже когда идете, может быть, медленным таким прогулочным шагом, на 4 медленных шага можно сделать 4 вдоха, 4 задержала и так далее. Это все помогает, это все помогает выстроить новые пути в вашем, пути нейронов в вашем мозге. Ну, медитация, опять же, не забывайте сделать себя приятно, опять же, чтобы только не было об этом, не было мучительно больно после этого. Стремитесь к высоким стандартам, но настолько, чтобы вот это вот стандарты и ваши требования, ваши возможности, чтобы огромной, там не было большой такой дыры, чтобы вам не видеть, а где же этот другой край, куда вы, где ваша цель находится. Почаще делайте передышки, просто даже сидите перед компьютером или где-то, пусть даже сейчас вы где-то сидите и слушаете нас, да. Пока сидите где-то, растенитесь, опять же, эти даже дыхательные какие-то вот эти упражнения можно сделать, там, руки, ноги растените как-то, просто закройте глаза, встаньте, походите, там, я не знаю, если не можете ходить. Все, что вы можете делать, какие-то такие вот физически-дыхательные какие-то моменты, делайте как можно чаще, раз в 15, раз в 30, может быть, вебка мешает. Ну, выключите окошечко, поставьте, оставьте нам свою улыбку, а сами буквально на минуту, это не должно даже занимать много времени, минута, не больше, полторы. Но это потому, что вы это будете делать регулярно и потому, что вы это делать будете не вот прямо вот сейчас на экзамене, а когда вы будете использовать те моменты, о которых я буду говорить буквально через минуту, ваш мозг уже будет знаком, как это ощущается с этими ощущениями релаксации. Потому что вы тренируете свой мозг в спокойном состоянии, не в состоянии стресса. Именно это, тот факт, что вот это выстраивание таких путей происходит в спокойном состоянии, и тренировка мозга идет в спокойном состоянии, а не во время стресса, когда происходит стрессовая ситуация, вы делаете то же самое, чтобы расслабиться, что вы делали, когда ваш мозг был спокойный, это поможет мозгу распознавать. и успокаиваться быстрее, что значит, в свою очередь, ваша эффективность, ваш уровень стресса будет снижаться, и вы будете более эффективны и продуктивны. Мы почти уже подошли к концу. Как я говорила, стресс – это отношения. Ведите иногда журнал перед сном, если какие-то, может быть, я не знаю, где вы, чем вы занимаетесь, чем вы работаете, может быть, у вас даже какие-то неприятности дома. Может быть, какие-то болезни в семье, может быть, какие-то просто даже неурядицы. Чтобы не копить все это в голове, перед сном возьмите тетрадочку, напишите туда, начинайте так примерно. «Здравствуй, мой любимый, родной! Сейчас я все это вылью на тебя. Когда я закончу писать, мне будет так замечательно и так приятно, и я усну, усну глубоким сном. Как это ни банально и смешно не звучало бы, я это использую в своей жизни достаточно часто. И действительно, от того, что это потом не происходит, все это опять в голове, не крутятся все эти мысли, а я их уже выплеснула на бумагу, они у меня там закрыты и убраны куда-то, я могу отдохнуть. Это тоже дается такая установка. И это очень-очень-очень-очень полезно. Да, перестать переделывать других людей. Особенно хорошо это для будущих психологов, потому что когда народ к нам приходит, они к нам приходят не для того, чтобы мы их переделали, а для того, чтобы мы им помогли позитивно посмотреть на их жизнь. Жизнь, скорее всего, их не изменится, но если мы сможем изменить их отношение к жизни и к тому, что идет, точно так же, как наше отношение к стрессу, жизнь будет намного легче, и мы будем более успешными. Сон, опять же, я тоже когда-то была студенткой, мне было 2 часа, чтобы поспать и бежать на экзамен, потом еще целый день мотаться, а потом сутки спать. Это, конечно, не есть хорошо. Организм сбивается, энергия уходит, то есть баловаться, конечно, я вам не советую так со своим организмом. Не насилуйте это, это ваше тело, это ваш организм, зачем вы себе будете вредить. Говорите меньше и слушайте больше. Тоже хороший совет, особенно будущим психологам, чтобы уметь, углядеть, услышать. Опять же, что-то, когда вы... Очень часто мы хотим высказать свои мысли, но если мы их попридержим, как психологам, опять же, что хорошо, потом, когда будете учиться и будете в процессе учиться выдерживать так называемую терапевтическую паузу, чтобы не так быстро, раз-сразу прыгнул, высказал, что захотел или там не дал другому подумать. А еще что хорошо, когда вы отвечаете на экзамене, тоже, чтобы уметь не сразу, допустим, спросить еще какой-то вопрос, или тоже как-то, чтобы получить какую-то дополнительную информацию, да, от преподавателя, допустим, преподаватель вам задал какой-то дополнительный вопрос, или сделал какой-то комментарий, не так, чтобы сразу впрыгать и комментировать, а чтобы научиться взять вот эту такую паузу небольшую, и об этом я тоже немножко впереди буду говорить, и сказать, да, сейчас минутку, дайте мне подумать, или можете вы это говорить в своей голове, когда на экзамене это можно говорить и вслух, то есть таким образом вы еще делаете установку того же, что же происходит, и не даете предполагать другим, не знает, споткнулся, а вы как бы устанавливаете такое спокойствие и демонстрируете тем самым, что вы сейчас в процессе мышления, подождите, пожалуйста, не перебивайте, вот, это очень такое хорошее, умение и хороший такой навык, в принципе, по жизни, и особенно на экзаменах. Во время подготовки к экзаменам, вот именно сейчас, да, времени у вас не так много, опять же, регулярные физические нагрузки, это действительно дает физическую энергию, правильное питание, исключите шоколад, исключите сахар, исключите, особенно те, которые с различными там красителями и так далее. Почему я это говорю? Раньше я как бы с этим, в это не совсем верила, когда я приехала сюда, я до сих пор, здесь уже 13,5 лет, я до сих пор не могу есть их сахар, потому что он, видимо, как-то по-другому несколько сделан, у меня происходит реакция, в принципе, у меня и настроение начинает изменяться, и вообще энергия уходит, тянет на шоколад, ну, немного, если только, если вам что-то сладкого хочется, ну, например, мед, то есть это натуральный продукт, правильно, ешьте фрукты, это тоже сладкое, то есть, опять же, чтобы не оседал этот сахар, и забыла слово по-русски, чтобы не этот искусственный сахар трескать, а чтобы, по крайней мере, сахар был полезный. За несколько дней до сдачи экзамена прекратите употреблять алкогольные напитки. Вот, ну, даже если вам очень-очень-очень хочется, вы сдержитесь, идите что-нибудь другое сделайте, и полноценный сон. Подготовка вообще к экзамену начинается с самого первого дня учебы. Подготовка к экзамену не начинается за два дня до сессии, да? Поэтому, если вы в следующем семестре начнете использовать мои советы, уверена, так это плохая погода, холодная, мерзкая, все что угодно. Когда вы сидите на экзамене, и я вот надеюсь, если я не права, Бронис Бронич может меня поправить. Мой совет будет такой, допустим, вам задали какой-то дополнительный вопрос, и вы в таком ступоре. Упс, накрыло вас. Успокойтесь, скажите себе внутренне, так, все будет хорошо, я же учил, что-нибудь все равно, да я скажу. А преподавателям вот там, когда вы перед самым ответом, чтобы преподаватели не начали так сразу думать, как я до этого сказала, что, ага, не знает, поймали, скажите, да, минуточку, дайте мне сосредоточиться. То есть таким образом вы даете установку преподавателям, что вам просто нужно немножко сконцентрироваться, потому что ведь если на другие вопросы, у вас же было там минут 15, 20, 30, по крайней мере, да, чтобы подготовиться с полным ответом. И здесь вам нужно время, чтобы подготовиться, поэтому такая немножко, небольшая фраза, да, минутку дайте мне подумать, позвольте мне подумать, и как бы подготовить других, вас не торопить. Другой момент, позитивные аффирмации, ведь вы же учили так или иначе. Вы можете сказать, да я учил, я все равно это знаю, мне сейчас надо успокоиться. Вот этот по-английски это называется self-talk, а по-русски это называется еще аффирмацией, по-английски тоже affirmations, или еще, наверное, это все тоже сродни аутотренингу. То есть если вы, и это очень, да, поговори сам с собой, тихо, я веду с собой беседу, да, но это действительно так, так как мы можем в один момент иметь только одну мысль, тем самым мы позволяем своему мозгу как бы не реагировать и не уходить в такой шатдаун, то есть в такой ступор, позволяет остановиться, вздохнуть и сказать, так, сейчас я соберусь, и у меня сейчас все получится. Вот. И такие моменты надо тоже тренировать, мой вам большой совет, практиковать везде. Я, например, когда в России жила, у меня был жуткий страх даже подойти к продавщице, там что-то попросить, я очень низкого роста, и такое ощущение у меня было, что как будто у меня там, и еще от этого страха у меня такое было ощущение у самой, как будто у меня глаза просто лежали на прилавке, и мне было страшно смотреть на этих больших тетенек или с высокими ногами, и они на меня так сверху смотрели, и я становилась еще меньше. У меня, в общем, язык всегда отпадал, как только мне хотелось что-то сказать, у меня желание потом пропадало, и я как бы уходила. А вообще, если сам себе скажешь, так, я здесь, я все знаю, вы знаете, таким образом вы остановитесь и скажете, так, почему я должна этого бояться, почему я должна не сдать, я учил, я сдам, мне нужна минутка. С другой стороны, учителя, преподаватели ведь тоже не заинтересованы, чтобы вы не знали этот материал, потому что падает, никто не хочет унять свой рейтинг, университет очень борется за то, чтобы иметь хорошую репутацию, и они тоже заинтересованы в том, чтобы вы все это сдали, сдали на отлично, сдали на самые лучшие какие по возможности отметки. Так что все заинтересованы в сдаче, в вашей сдаче, в ваших экзаменах. Вот. У меня все. Спасибо, Татьяна Вадимовна. Я добавлю, что стресс иногда перед сдачей непосредственно экзамена мы испытываем, знаете, еще почему? Когда мы концентрируемся на самом процессе, себя мы загоняем в тупик, ой, я не знаю, я не отвечу, да, просто когда, я помню одну ситуацию в жизни, и над этими такие ситуации еще наблюдал, когда мне надо было, я был в командировке УФИ, надо было выступить перед педагогическим коллективом по системам развивающего обучения, и это было 5 января, где-то или 4 января, и помню, прихожу, учителя смотрят на меня, как на врага народа, здесь их заставили прийти, вот, в январские праздники, когда все нормальные люди отдыхают, вот, а мы тогда там для студентов читали лекции, должны были улететь, и поэтому этих учителей заставили прийти, пока мы были там. И они на меня смотрят, как на врага номер один, а я все думал, я раньше очень много перед педколлективами выступал, когда проблем не было, и знал, как найти дорогу туда, к их сердцам, и как говорить с ними, я начал смотреть, смотрю, такое негативное эмоциональное состояние, кто-то так смотрит, сжмурится, думаю, а что сейчас думает? А, наверное, неправильно говорю. И я начал все думать о самом процессе, наверное, что-то неправильно я говорю. И это мне начало так сильно сбивать, и я все уже смотрю на часы, уже во рту, уже хочется выпить чего-то, своих знакомых, и он ориентируется, когда ли он обсуждает. Вот. И это очень сильно сбивает. Во время экзамена, когда вы готовитесь, да, там, и уже надо идти сдавать, да, если чего-то не знают, прекрасно понимаю, но жизнь этим не заканчивается, но есть возможность пересдачи. Ну, не смогу сдать сейчас, я еще пересдам этот экзамен. Не надо загонять себя в тупик, да, вот, то есть, как бы уметь выйти с этой ситуации. Для нас, в принципе, это очень полезный материал, анализ собственных ситуаций стресса и страха, потому что сейчас мы рассматриваем учебную ситуацию, и в январе мы вернемся к этому. Это один из типов стрессов, страхов, да, на основе этого мы можем, как бы, на основе этих примеров, как раз понять, как работа со страхами и стрессами, не абстрактно, а именно на этом материале. Вот, в январе мы обязательно продолжим, когда вы будете сдавать экзамен на данный разговор. Но очень многое зависит от того, на что мы концентрируемся, на содержание или на процесс, как только на процесс, а что подумал преподаватель, а почему он так отреагировал. И начинаем, просто это загоняем себя в тупик. Больше надо концентрируемся на содержание. Сейчас я еще использую презентацию, еще прошлую субботу подготовил презентацию. Хочу какие-то вещи еще сказать. Могут быть они полезными, потому что как раз вы сейчас готовились, и продолжение к разговору рассказывает Татьяна Владимировна. Я взял из сайта часть материала Times. Вы можете посмотреть прошлую презентацию. Я эту презентацию вам вышлю. Завтра, вы можете потом посмотреть внимательно. Мы говорили фактор времени, один из важнейших стрессогенных факторов, которые на нас влияют. Как я и говорю, очень важно установить эти измерения подготовки. То есть надо взять за основу или там экзаменационные вопросы, экзаменационные билеты. Их, ну сперва, сами предметы. Сколько, мы уже говорили, сколько предметов? Там 8-10 предметов. Сколько времени на это выделяется? Примерно распланировать, расписать, но с резервом времени. Обязательно какой-то резерв, потому что в жизни всегда бывает непредвиденные обстоятельства. Мы можем и приболеть, никто не застрахован от этого. И этот вестрит наш собьется. Очень полезно работать потом по одному предмету, допустим, выписав билеты. Кроме того, я бы сделал так. На каждый предмет, который нужно готовиться и сдавать, завел отдельную папку. В эту папку распечатал экзаменационные вопросы, учебную программу, распечатал какие-то необходимые учебные материалы. И были по каждому предмету отдельная папка. Очень важно, чтобы было удобно работать. Если удобно, то хочется работать. Если мне где-то в компьютере там надо найти зачетные вопросы и каждый раз там выискивать этот материал, очень неудобно. Лучше все это распечатать, положить в папочку в любой момент, чтобы было в удобном месте, не где-то глубоко, чтобы там найти. В принципе, если что-то нам неудобно в жизни, то мы избегаем этого, то мы этого не хотим делать. Вот очень важно, чтобы продумать себе удобную систему для работки. Один из вариантов, попротив папочки, по каждому предмету, в любой момент, посмотрели, а там вот рефераты, да, там вот столько экзаменационных вопросов, 20 экзаменационных вопросов. Посмотрел, неважно, я буду сдавать, может быть, через 2 недели этот предмет. Ага, посмотрел. Так, какие вопросы? То есть, как бы такую ориентировку формирую и тому подобное. Следующий шаг. Важно адекватно понять текущее состояние дел. О чем я и говорю. То есть, сколько чего нужно сделать? Сколько там зачетных вопросов? Много? Мало? Там 15-20. То, что у вас есть сейчас, вот эта ориентировочная основа в виде сводной таблицы по контролю успеваемости промежуточной аттестации, вообще, вот эту страницу, которая у вас, это вот есть. Да, вот. Это первая таблица. Вторая, это по экзаменам, по материалам учебным. Повесьте ее в удобное место, чтобы она висела всегда вам перед глазами. Не выискивать среди бумаг. И это ориентировка, что мне нужно делать. Вот. Вы идете спад, взглянули на эту таблицу и продумали. А, мне вот это, это, это надо делать. Когда сейчас готовились к зачетам и экзаменам, ну, давай вот готовься к промежуточным работам. Некоторые студенты делали большую ошибку. Что они делали? Они не следили за этой таблицей. Дальше по каким-то предметам что-то делали, но до конца не доделали. Говорю, почему вы не послаете работу? Да нет, еще не сделал, я еще там вот делаю. И так вот сроки кончаются, а понятно одному предмету ничего не послал. Вот. Вот это сделал, послал, уже у меня радость, да, это я читал. Ну, хорошо, может быть, еще не до конца я это сделал, как хотелось бы. Это бесконечный процесс, но будет время, желание, я потом вернусь, я углублю. Но не накапливать, когда я накапливаю, у меня стресс только нарастает, у меня еще ничего не сдано, не сдано, мне уже звонят, напоминают об этом, еще больше стресс, у меня страх возникает. То есть, нужно себе создавать ситуацию успеха. То есть, у нас должна быть вообще методика успеха, что, так, это сделал, отправил, плюсик поставил, это сделал, отправил, а уже у меня столько сделано, молодец, все, дальше мне вот это надо, здесь попроще, ну, некоторые, вот я тоже удивлялся, по поводу английского языка, ну, английский язык, ну, самый легкий пока вариант, устно ничего не надо сдавать, надо письменно сдать, вот, даже школьного уровня знаний, по большому счету, хватает, чтобы выполнить эти задания. Это можно сделать достаточно быстро. Некоторые студенты, это все откладывали, 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 в конце, столько долгов накопилось, в том числе, английский язык, ну, неправильно, английский язык, эту работу могли сделать, отправить, вот там, сейчас, там, зачетная работа, да, это можно очень быстро справиться, с этой задачей, как только открыли, в деканате, доступ к, сдачу зачетов, да, все, эта работа готова, я отправил, то есть, чем больше уже сделанных работ, тем спокойнее, я себя чувствую, чувствую, а не накапливать, и потом думать, ну, вот, когда сделаю, потом все отправлю, следующее, естественно, надо, как бы, верить в свои силы, если мы будем думать, что я ничего не могу, у меня ничего не получится, вот, этот предмет вообще не мнение по моим силам, то вообще ничего и не произойдет в жизни, да, это не значит, что себя надо все успокаивать, да, вот, но надо верить в свои силы, да, это возможно, да, если это захотеть, это можно сделать, да, может быть, не до конца это получится, как бы хотелось, но, это в моих силах, это возможно, да, бывает иногда, предметы, по которым крайне тяжело, ну, допустим, математика, да, вот, ну, нет логического мышления, ну, не получается, да, ну, бывают такие варианты, в таком случае, мы всегда идем навстречу, мы видим, если студент, как бы, старается, максимум делает, а по какому-то предмету где-то застрял, потому что у него на это нет каких-то задатков, там, то тогда мы, естественно, идем навстречу, но от установки, что я все-таки могу, надо стараться и так далее, это очень важно, как я уже говорю, принципиально важно, видеть предмет в целом, вот, то есть иметь структуру, иметь ориентировку, без ориентировки ничего не получится, я уже говорю, экспериментируйте, нарисуйте себе ориентировку в предмете, ну, мы подумаем, может быть, мы тоже какие-то методические рекомендации, мы будем как изучать предметы, в этом семестре вы очень часто поднимали вопрос, какой последовательности изучать предметы, как изучать предметы, мы над этим тоже думаем, и в следующем семестре мы попытаемся эту задачу тоже реализовать, структуру, ориентировку предмета, видя какой-то опорной схемы, чтобы поднимать потоки информации, как работать с учебной программой, и так далее, у нас есть в планах, в будущем тоже сделать соответствующие рекомендации, но принципиально важно именно иметь правильную ориентировку, то есть выберите вид подготовки, что конкретно я могу делать по каждому из предметов, ну, вот там посещать занятия, консультации, заниматься самостоятельно, с помощью мультимедийных программ, слушать аудиозаписи, работать с учебником, использовать картотеки, писать ответы на билеты, устно и так далее, для себя вот как бы четко виды занятий, виды работ, которые мне помогают, как в принципе для изучения любых предметов, так и для изучения, допустим, отдельного предмета, если такие папочки сделали бы, допустим, в начале семестра, да, вот, и вы как бы уже накапливали бы все эти материалы, дальше, допустим, у нас выездное занятие, вы включаете в свою программу выездное занятие, ну и тому подобное, следующее, как я уже говорю, эта дружеская помощь всегда полезна, я раньше говорил, нужно найти напарника, с кем можно проговаривать, в паре, попробуйте, вот, этот метод, с кем-то, договоритесь один раз, встретитесь на полдня, попробуйте поговорить по предмету, а вдруг это поможет, то есть не надо стесняться, не надо бояться, вот, если не поможет, ну не поможет, может быть не созрели к тому, так далее, может быть напарник не совсем, тот, с кем мне бы хотелось, но, то есть, то есть дружеская помощь, взаимопомощь, когда вы друг другу помогаете, когда проговариваете вслух, родственникам, близким, друзьям, и так далее, вот, то есть такой, даже иногда можно, знаете, что сделать, взят, наговорить материал на аудио, на плеер, да, и послушать потом, да, нужно проговаривать, дальше, надо запоминать правильно, то есть, сначала информация у нас поступает, как осрочно память, потом она переходит, долгосрочно, все мы прекрасно помним, закон забывания Бенгауза, что в течение первых 4-5 часов, там остается условно 40% информации, потом идет резко тоже на нет, и через там неделю остается, дай Бог, там 5-10, ну максимум 15% этой информации, да, вот, рекомендация, что нужно чаще повторять, особенно в начале, да, то есть, если после там лекции, пришли домой, или после просмотра видеокурса, вы там сделали конспект, посмотрели этот конспект, и сперва очень чаще это делают, потом реже можно делать, но первые часы, первые дни, существенно влияют на запоминание, еще раз хочу напомнить, что психологические законы, закономерности, которые мы изучаем в общей психологии, психологии памяти, психологии мышления, нужно прежде всего использовать для собственной деятельности, чтобы они не были мертвыми, ну да, вот есть такой закон, ну на себя попытаться, а как он работает, а помогает ли он, и так далее, то есть, психологические закономерности, запоминания, это же лучше взять тему сейчас, психология памяти, в интернете покопаться, взять электронный учебник, видеокурс, лекции Петухова, и что касается запоминания, психология памяти, повторить, или если вы не слушали, послушать этот видеокурс, я думаю, что это должно вам помочь, вот, говорят специалисты, что неправда, что скорость восприятия информации, непосредственно перед экзаменом, значительно вырастает, ну, некоторые, может быть, когда стрессогенный фактор, мы концентрируем силы, и что-то иногда больше запоминаем, но на очень короткий период, да, но в стрессовой ситуации, мы иногда действительно концентрируем все наши силы, но надо иметь в виду, что после этой ситуации, происходит, во время этого происходит истощение организма, да, есть постепломный синдром, посткандидатский, люди, когда пишут кандидатскую диссертацию, они все в напряжении, все думают, ну, я вот по себе помню, да, все думаешь, а эти условия надо выделить, друзья приглашают на день рождения, думаешь, нет, я еще этого не сделал, еще надо это прочитать, и без конца, и вот пока не защитил диссертацию, да, вот защитил диссертацию, потом следующее утро проснулся, выхожу на улицу, думаю, неужели я могу идти в шорт, я вот хочу, дело то, что я хочу, сколько хочу, неужели я свободен, да, а до того времени все было в напряжении, пока не защитил, но после этого ощущаешь такое истощение, да, такую усталость, что потом неделю отсыпаешься, приходишь в себя, так и здесь, если ты максимум концентрируешься силой организма на сдачу, то после этого ты ощущаешь большую усталость, да, вот, ну и такая концентрация, безусловно, далеко не самая эффективная, безусловно, в жизни-то бывает, что необходимо так концентрироваться, да, один из важных вопросов при выполнении промежуточных заданий экзамена, это критерии оценки, да, вот, если реферат, надо понимать критерии оценки, ну, вот недавно была одна ситуация, буквально в пятницу мы разбирали, одна студентка написала первую курсовую работу по общей психологии, прислала, она живет за рубежом, она стремится учиться хорошо, преподавательство поставило удовлетворительно, она нам пишет, что я не очень согласна с рецензией преподавателя, мне кажется, что моя работа на читы, на хорошо и так далее, вот, ну, чтобы не обижать студентку, я вызываю преподавателя и говорю, давайте посмотрим критерии оценки, да, это новый преподаватель ведет первый раз эти курсовые работы, говорю, нам нужно тогда более четко определить критерии, и студентов приучать к критериям оценки, чтобы они четко знали, вообще за рубежом это общепринятая практика, бритиш образование, пишут эссе, есть критерии оценки эссе, преподаватель пишет рецензию по этим всем критериям, вот, ну, это другой уровень уже работы, там, естественно, это по-другому организуется, вся эта работа, это же бывает чуть не эта рецензия, чем не вся работа, то есть вообще за рубежом преподатели устают от, вот, именно написания рецензии, мы к этому еще не дошли, вот, наверное, такая крайность тоже не нужна, чтобы настолько все это детально, да, там прописывалось, а может быть и неплохо, вот, там больше четко ориентируется на критерии оценки, они должны быть известны, заранее, и тому подобное, в нашем образовании, это пока не является ценностью, и мы, к сожалению, еще по нашим всем видам работ, такие критерии четко не прописывали, ну, вот, взяли критерии по курсовым работам, открываем, она говорит, Брюнс Бенч, смотрите, критерии реферата, критерии это, она написала по реферату, вот, по критериям оценки реферата, это подходит, там ни объект, ни предмет, ни цели, ни задачи, этого нет вообще, да, в реферате это не требуется, в реферате есть глава первая, глава вторая, глава третья, так она и сделала, глава первая, вторая, а не так, что глава первая, там параграф, там 1, 1, 1, 2 и так далее, глава вторая и так далее. То есть она полностью сделала по критериям оценки, она и оценила по реферату, написала, говорит, удовлетворительно еще очень хорошо, говорит, мои студенты в коммерческом вузе получили бы двойку за то, что они не сделали, не прописали объект, предмет, цель, задача и тому подобное. То есть критерии оценки, мы к этому еще, честно говоря, не особенно готовы в нашей педагогической культуре, и, к сожалению, это четко не фиксируется, а по большому счету это должно быть. Студент должен четко знать критерии оценки устного ответа, письменного ответа. Эти работы студенту имеет право не соглашаться с оценками, он имеет право подавать на апелляцию это, ну и так далее. То есть это общепринятая практика за рубежом, к нашим вопросам, к сожалению, этого нет. Но это мы тоже будем пытаться идти. Ну, естественно, закрепить знания очень важно через какое-то время с повторами и так далее. Подготовьте к экзамену психологически, то есть должен быть соответствующий настрой. Если я буду все думать, да, я не готов, да, я никогда не сдам этот экзамен, то вряд ли этого и получится. Я сегодня, когда было немножко времени осмысливал на сегодняшний разговор, просматривал в интернете, как готовиться к экзамену, но очень много находил разных рекомендаций по поводу, как обманут преподаватели, как иногда они готовились, там, один из Бауманского университета давал рекомендации, как он сдавал все отлично и указал очень много психологических нюансов. Вот, ну, я не буду говорить этот источник, вы сами можете покапаться, потому что очень часто делаются разные рекомендации, именно как не улучшать качество собственных знаний, а как обойти разные ситуации. Но, кстати, ряд из них имеют и полезный характер психологический, как настроиться, как подготовиться, как отвечать. Подаю, не слышно. Вот, то есть очень важно подготовиться психологически к экзамену, и это действительно интересный разговор. Я думаю, что в будущем мы продолжим. Дальше. Как справиться с сравнением? Ну, Татьяна Владимировна много сказала, разных полезных рекомендаций, в принципе, по жизни. Я думаю, что мы к этим вопросам будем возвращаться, потому что сразу эти вопросы не решатся. Какие-то приемы надо отрабатывать, они придут со временем. Надо почувствовать, надо работать с этим, надо проводить соответствующий тренинг. Услышали какие-то советы, попробуем применять. Что-то получится. Может быть, что-то завтра пока и не получится. К этому надо созреть. Вот эти некоторые правила, которые полезны, себе распечатали, вывесили, просто иногда перед сном взяли, посмотрели внимательно. Утром проснулись, еще раз взглянули. Едем в метро, пытаемся вспомнить, и как бы сами собой рассуждаем, да, суть этих правил и так далее. Вот, поэтому это очень полезно, именно в таком режиме работать. Ну, стресс-менеджмент, это же есть такое направление, дыхание вот квадратом. Татьяна Вадимовна как раз и говорила, там вверх, потом по 4 секунды условно, да, 4 счета. Задерживаем дыхание вниз, выдыхаем и опять задерживаем, да, вот тоже я нашел в интернете интересное. И кто-то уже в чате писал, что это очень полезно. Дальше. Как сделать процесс подготовки более разумным? Я бы настоятельно рекомендовал, и почему я вытащу эту презентацию, как раз вот этот кусок мне тоже очень интересовал. Надо правильно вести записи. Для меня более удобно писать не в отдельной тетради, где-то уже, где нельзя там вставить какие-то листочки и так далее, когда мы их конспектируем. Мне более приятно, допустим, я беру лист А4, да, вот, я могу там планировать пространство, как я хочу. Когда я листочки, на листочках выписываю, бывает, допустим, смотрю словарь. В словаре нашел определение понятия, выписываю на отдельный листочек, я знаю, что туда могу подложить. Дальше. Взял опорные конспекты по общей психологии, или в учебнике схему нашел. Очень хорошую. Ксерок сделал, или отсканировал, или уже она есть в учебнике, взял, отпечатал. Вот эти опорные схемы очень полезны. Их лучше отдельно распечатать, и сложить в эту папочку, да, складывать дальше. Потом, уже когда, ну, когда что-то интересно, полезно нахожу, что-то себе выписываю, очень важно выписывать ссылки, откуда это. Всегда приятно преподавать, когда студент говорит, что вот там в словаре Жекова, вот, в психологическом словаре подредакции, много психологических словарей, но разные трактовки, и так далее. Если мы укажем подредакцию, это Мещерякова, и Зинченко, да, и так далее. То есть, всегда ссылки, на кого мы опираемся, на какой источник, если откуда мы берем, откуда-то на какой-то источник мы хотим опираться, да. Вот. Потом, когда я собрал вот эти листочки, да, у меня по предмету есть вот эти листочки, я как преферанс начинаю раскладывать, раскладывать, структурировать, это туда, это туда, это про это, это про это. Это подойдет к этому вопросу, эта схема подойдет к этому вопросу, и так далее. То есть, распечатали бы там общие схемы по общей психологии, и начали раскладывать их по отдельным учебным вопросам, потому что некоторая схема может быть очень хорошей подсказкой, как шпаргалка. Шпаргалка в сжатом виде. Вот. И вы по этой шпаргалке можете много рассказывать, плюс визуально легче запомнить, да, и формируется некоторый план ответа. Если вы распечатали, допустим, по общей психологии опорные конспекты, их разложили по экзаменационным вопросам, по каждому экзаменационному вопросу у вас уже мини-пачка формируется, скрепили, первый вопрос, второй, потом быстренько изучая вопрос, сложил, разложил, посмотрел схему, здесь определение, надо от руки дописал, фломастером там цветным что-то дописал, и так далее. Вот для меня так удобнее. Вот. Когда пишем в тетрадь, к тому же нет места, чтобы вписать определение, да, ну, кто-то такие аккуратисты, любят так все четко, чтобы все так каллиграфически было написано, и так далее, ну, может быть, кому-то удобно, мне, по крайней мере, это неудобно. Я люблю, когда у меня вот разные так, 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 потом я с этим играю, начинаю там, а если нашу друга с кем могу обсудить, сели вместе, я рассказываю, он слушает меня, потом мне задает вопросы, я могу писать эти вопросы, и ведем обсуждение. Вот какой мини-конспект. Ну, преподаватели часто так делают, когда готовят курс лекции, да, собирают информацию с разных источников, из разных словарей, схемы и так далее, и потом уже какая-то система начинает простраиваться, самое трудное преподават, когда он читает первый раз, да, надо выстроить определенную систему логику. Вот, но преподаватель потом много раз уже это читает и повторяет, а вы то первый раз все это делаете, да, первый раз. Естественно, у вас то второго раза уже такого и не будет, а преподаватель то же самое будет читать, может быть, сто раз этот свой курс. Вот, поэтому эти приемы тоже, я думаю, могут быть полезны. То есть, ввести такую, как ортотеку. Вот, кроме того, важные моменты, я бы вывешивал там на дверях, где так далее. Специалисты по английскому языку говорят, вот, и очень полезно, когда я начинал изучать английский язык, я тоже и делал, выписывал на листочки, как я уже когда говорил, да, там словарный запас. Вот, у меня такая пачка, это, кстати, есть и типографским образом, у меня вот есть какие-то вот карточки по английскому, здесь выражения, деловые выражения, да, еду в метро, смотрю так по-русски, проверяю потом по-английски, в мыслях не тороплюсь смотреть и так далее. Вот такие карточки, да, я сперва это сделал, допустим, по словарю от руки, да, купил листочки вот такие, вот, и на эти листочки я с одной стороны по-русски, с другой по-английски, еду в метро, народ так удивленно смотрит, да, вот, а я так вот с этими картами работаю, смотрю сперва по-русски, думаю, что по-английски, если знаю, не смотрю, если не знаю, я проверяю правильно, осталось у меня две остановки до Китая-города, я быстро на скорость начинаю, пришел домой, отобрал те, которые я уже знаю, оставил, которые не знаю, взял дополнительную кучу, да, вот, это очень мне показался для меня, по крайней мере, эффективный способ, чтобы словарный, а первоначально делал по-другому, брал тетрадьку, и в тетрадке выписывал, и с этой тетрадки еду в метро читаю, и каждый раз мне как с нуля получается, никак не могу я запомнить, каждый раз там 3-4 этой страницы, я все просматриваю, ничего не получать, как я начал делать, еду на велосипеде по парку, в карман засуну, чтобы было удобно, чтобы нигде не искать, в карман засуну, поехал там, сел на берегу озера, сижу и быстренько вспомню, вот тогда, 15-20 минут, поехал дальше, устал ехать, вытащу, следующую посмотрю, утром поехал на работу, вытащу другую колодцу, эту положу, вытащу другую, но главное, чтобы мне было удобно, чтобы у меня в кармане, я еду в метро, быстренько вытащу, вытащу, а если мне надо в сумку лезть, вытащу, вот такие дома, вот вы делаете, вывесили у себя, если там дети не мешают, и другие, где-то на видном месте, там структуру, какие предметы вам нужно сдавать, какие-то важные схемы, которые дают хорошую ориентировку, я для себя тоже делал, по английскому языку, и по другим вещам, когда предметы в свое время разрабатывал, перед сном, то есть очень полезно, когда другой вид деятельности не сбивает, перед сном, посмотрел, подумал, там или словарик, там слова на английском, или какую-то нужную информацию, но так, чтобы было удобно, мне не надо было выставить карточек, я на дверях вывешиваю, или на стене, подхожу, быстренько прошелся, даже нет установки запомнят, прилег, утром проснулся, еще не встаю, лень вставать, так, начинаю вспоминать, а что там в схеме, да, и начинаю, так, встал, посмотрел, ну, просто между прочим, не тратить никаких больших сил, так, быстренько вспомнил, еду в метро, еще раз, вот несколько таких процедур, и вы увидите, как это помогает, поэтому попробуйте, вот завести себе такую картотеку, да, вот, листочки, не важно здесь порядок, здесь важно, чтобы вам было удобно, удобно, главный признак, удобство, если удобно, то хочется работать, если неудобно, не хочется работать, и все, и заходим в тупик, вот, главный принцип, это, чтобы получили удовлетворение, от вида работы, вот, ну, я говорю, как с иностранными словами, если это будем придерживаться, то, скорее всего, это нам поможет, вот, дальше, указывать, я уже говорю, что важно делать в выписках, откуда эта информация, да, и когда на экзамене мы оперируем фамилиями ученых, их указываем книги, даты, и так далее, это очень положительно, вредно преподавать, говорит, какой молодец студент, и знает, и фамилии произносит правильно, и труды ученых знает, и так далее, мы просто не уделяем этому внимания, вот, ну, я говорю, что нужно складывать карточки вместе, по экзаменационным вопросам, по учебным, учебным предметам, и так далее, а потом, когда у вас эти есть, вам надо будет госэкзамен уготовиться, за госэкзаменом входят общие психологии, возрастная психология, история психологии, и психодиагностика, и социальная психология, у вас уже будут вопросы, уже из заготовки к этим, нередко обсуждают, а нужно ли делать шпаргалки, вот, ученые говорят, что хорошая шпаргалка, это очень хорошо помогает, чтобы сделать, скомпрессовать, чтобы выжимку сделать, надо очень переработать информацию, не чужой пользоваться, а собственной, но шпаргалка, когда делаем, вот, минимум места надо, правильно, но в минимум месте, надо максимум содержания, чтобы выделить максимум содержания, надо уметь спрессовать эту информацию, когда мы прессуем эту информацию, мы тогда ее пересмысливаем, да, способ работы со шпаргалкой, он нас заставляет, правильно, просто ужать эту информацию, у нас нет много места, и тогда даже, когда мы это уже сделали, обычно уже шпаргалка не нужна, потому что мы делаем шпаргалку, уже запомнили эту информацию, правильно, поэтому такой же ответ очень полезен, когда сами мы это делаем, вот, ну, размер карточек может быть разный, и, вот смотрите, не надо зацикливаться на одном размере карточек, вот, я в прошлый раз говорил, что по понятенному аппарату, лучше вот иногда сделать, и на таком формате, когда едем в метро, взяли, и мы работаем, там, память, внимание, мышление, воображение, что такое за безобразие, да, вот, мы можем повторить, да, метро, вот, я говорю, что мне удобно, А4, там, выписывать, делать выписки, и тому подобное, некоторые говорят, да нет, растеряем, и так далее, мне надо быть такими растяпами, чтобы растерять, надо экспериментировать, пытаться искать более эффективные способы работы, это главный принцип, лозунг, который мы сейчас, мы все обсуждаем, эту идею, вот, ну, надо чаще использовать, справочную информацию, с разных словарей, с разных энциклопедий, кроме того, ну, сейчас я уже не буду страха говорить, если взять словарную статью, посмотрите по словарю, вот, возьмите словарь, хороший словарь, возьмите какое-то понятие, и вы увидите, что там попытка в небольшом объеме сказать самое главное об этом явлении, да, вот, то есть, и там есть сущность, и должно быть оно определение, и виды указаны, и свойства этого явления, и какие-то исторические, может быть, этапы, и условия, влияющие на развитие, и может быть, это влияние влияет на что-то, да, вот, и так далее, поэтому, вот так, ну, можно делать и в электронном виде, на компьютере, вот такие условные колоды, да, информационные, даже есть специальные программы, кстати, надо этим посмотреть, есть, где можно структурировать информацию, ну, по темам, одна карточка, и одно, там, один блок информации, вполне возможно, ну, или вы должны быть одинакового размера, но я думаю, что иногда полезно для разных случаев работы, разные способы, разные размеры, ну, как бы, пассианс можно разложить, да, и с ним играть, и даже получать удовлетворение от этой работы, когда начал по английскому с карточками работать, мне очень понравилось, мне хотелось скорее сесть и работать, да, вот, утренка, быстренько, не так вот через силу, вот это надо, вот так было, когда я писал в тетрадьке, да, знаю, что нужно, вытаскивать через силу, так не хочется, карточки перешел, с таким удовольствием я этого делал, а если был бы еще напарник, с кем я друг другу, да, там, проверяем, помогаем, это что там, вот, ну, пользоваться картой должно быть приятно, то, что я и говорю, я завтра вышлю вам эту презентацию, вы сможете более подробно с ней ознакомиться, и посмотреть, информация должна быть достаточной, самая необходимая информация должна быть, настрой этой информации, вы спокойно можете сдать экзамен, по этим экзаменационным вопросам, и так далее, ну, естественно, она работает только тогда, когда мы ей пользуемся, да, вносим дополнительные сведения, что-то убираем, то описываем, но я знаю, что всегда я могу тут описать, пошел на лекцию, что-то интересно узнал, конспектировал лекцию во время занятий, я туда положил эти листы, да, там, послушал видеокурс, делал конспекты, такая тема, туда я вложил, то есть, есть возможность сортировки этих материалов, да, вот, разные способы, может быть, можно и другие применить, там, на стену повесить, какие самые главные схемы, то, что я говорил, другу рассказать, ну, и тому подобное, ну, то есть, многие приемы с английскими, то, что говорю, могут вам тоже помочь, ну, вот такие рекомендации бегом, поэтому попробуйте, вот, прошлая карта, как бы ключевое слово было связано с интеллектуальными картами, да, применяйте этот способ, сегодня мне очень хочется, чтобы вы попробовали работать с этими вот карточками, куда выписывать, и вы увидите, что вам легче уже будет структурировать информацию, там, добирать информацию, и тому подобное, вот, третье, это работа со стрессами, да, это не надо зацикливаться, стрессы были, есть и будут, вот, надо учиться нам вместе определивать эти стрессы, на экзамене, тоже не надо зацикливаться на сам процесс дачи экзаменов, прекрасно понимаем, что этим жизнь не заканчивается, что в жизни, хватит более сложной, наверное, ситуации, да, ну, не удалось, ну, и так далее, естественно, всегда труднее я, когда смотрю на студентов, получающих второе высшее образование, им-то не позавидуешь, вот, они ведь готовились, побежали на работу, до шести на работе, там море всяких стрессов и так далее, приходят вечером, и они должны сейчас сразу сдавать там экзамен, даже некогда было повторить, сконцентрироваться и тому подобное, а там еще была семья, то есть вообще такая экстремальная ситуация, хорошо студентам бюджетной группы, которые с утра до вечера только этим могут заниматься, да, и сдавать экзамы там в дневное время, а не в вечернее время, да, сосредоточиться, на втором высшем, это действительно, это экстрем, в полном смысле этого слова, да, когда на работе прибежали и должны сдавать, мой друг хороший, учился на факультете психологического консультирования, работал в Министерстве обороны, вот, ему очень привлекает психология, и я на его примере видел, когда он приходит уставшим, еле живой, вот, еще меня допрашивал там по каким-то вопросам, как ответить и тому подобное, ходил сдавать, приходит весь уставший, говорит, ну, я ничего уже не соображаю, я не знаю, как мне сдавать, да, вот, на работе там, море своих вопросов, на своих глазах это видео, как это непросто, да, после работы приходить и сдавать экзамены, на работе везде отвлекали на другие вопросы, некогда было сидеть на работе, да, еще повторять учебный материал, вот так, поэтому, то есть ситуация непростая, для второго высшего, и, наверное, здесь фактор стрессогенности, и стрессов для них более актуален, чем для студентов, которые могут с утра до вечера только этим заниматься, правильно Татьяна Вадимовна сказала, что мне надо, ну, допустим, мы неправильно дойдем, когда 3-4 часа без перерыва стараемся только одним видом работы заниматься и так далее, надо делать обязательно перерывы, надо определить некоторую систему, допустим, 50 минут напряженно поработали, 10-15 минут отдохнули, плюс поменяли вид деятельности, спортом позанимались, то есть очень важно менять виды деятельности, если мы неправильно организуем свой отдых, наш организм не бесконечный, мы не обманем организм, мы обманем организм на определенный промежуток времени, но потом он начнет давать сбои, и, как правило, как жизнь показывает, да, мы сперва какое-то время обманули организм, а вот получили, но зато потом у нас такая стадия, надо восстанавливать силы и дальше делать, но главный принцип, это должно быть, чтобы это делать с удовлетворением, если не будет удовлетворения от нашей деятельности, в любом виде деятельности, то ничего не получится, для того, чтобы удовлетворение мы получали, надо экспериментировать, надо исследовать свою деятельность, надо рефлексировать, надо анализировать, но тем более рефлексивные способности, для нас психологи вообще принципиально важно, мы сперва должны научиться анализировать собственную деятельность, вот, сейчас у нас конкретная познавательная деятельность, должны научиться анализировать достижения, и положительной стороны, и отрицательной стороны, и пытаться исходить из мотивации достижения успеха, из стратегии успеха, потому что любая деятельность, oblion, которая сопровождается избеганием неудачи, нежеланием негативной эмоции никогда она не станет нам ведущей всегда будут проблемы раньше и позже мы уйдем из этого вида 10 до это легче сказать это значит сложнее это сделано но никто за нас эту задачу не решить надо искать как сделать так чтобы наш учебный процесс все таки приносил больше удовлетворения чем грусти дачи негативных переживаний до елена алло алло если хотите спросить спрашивайте так еще несколько минут кого есть какие вопросы меня татьяну вадимину можете спрашивать нет вопросов но а